Привет, друзья! Сегодня у нас новая экспедиция. Еду я один населенный пункт Вожига. Это северо-Вологодской области. Постараюсь провести здесь максимальное количество времени. Отпуск у меня две недели. Еду, конечно, со снегоходом. Случайно на авито нашел Николая, который здесь сдает домики. Созвонился с ним, забронировал домик у него. В процессе, естественно, все это покажу. Места очень глухие. Рядышком там протекает река Вожига. Есть лесные озера. То есть буду рыбалкой заниматься. Все покажу. Беру с собой палатку. Буду выезжать с палаткой. То есть планирую там ночку-две где-то пожить в палатке в зимней. Половить рыбку. В общем, поехали. Север Вологодской, Вожигорский район. Доехал вчера нормально. От Владимира 600 километров. Дорога нормальная. Последние, наверное, километров под 200 уже такая дорога была не трасса. Ну, чищенная. Приехал вчера. Разгрузился. Вот мой домик. Почистил снег. Стал переставлять машину. И у меня заклинило прицепное устройство. Я его сейчас снял. Хорошо. У Николая у родственника магазин Вожиги съездил сегодня с утра в магазин. Купил новое прицепное. Поставлю. Снега здесь море. Соседняя деревня называется Бабкина горка. На самом деле, деревня стоит на горе. Покажу сейчас домик свой. Снегоход выгнал. Сегодня в Вожигу съездил. Бензин еще купил. Вчера немножко тут прокатился по округе. От Владимира дошел за 9 часов. Сегодня утром кормушку повесил. Уже гаечки, синицы прилетают. Только сейчас целая команда была. Как увидели в видеокамеру, уже убежали. Такой дым мой. Всегда в такие поездки беру лопату большую. Вчера она тут пригодилась. Потому что снежок идет, идет. О, прилетела гаечка. Вон она там. Николай вчера историю рассказал. У него отец живет в деревне. И круглый год подкармливает птиц. И стая воробьев. Вот он идет на другой конец деревни. А воробьи летят за ним. Вся стая. То есть, куда он, туда и воробьи. То есть, фактически, домашние воробьи стали. То есть, отца сопровождают везде. О, большая синица прилетела. Гаечки. Насыпал в кормушку пшена, семечек, сало. Положил в кормушку. Ничего не бояться. Сегодня у нас первая экспедиция в этом районе. Решил я такую вылазку сделать на снегоходе. Хочу поискать Кург озера. Дорогу к нему. Если все нормально, найдем. То вот, как раз туда возможно съездим с палаткой. И на рыбалку. Познакомился я с братом Николая, с Александром. Он сейчас в отпуске. Живет здесь в лесу. У него избушка. И на реке ловит рыбку. Интересный такой человек. Много историй всевозможных. Рассказал про рыбалку и про охоту. Например, как однажды он, машинист электровоза, рано утром вышел медведь на железную дорогу и фактически параллельно бежал с ними. И они, говорит, удалось замерить скорость. 50 км в час он шел. И еще мне рассказал вот про это место, где я сейчас стою. Оно тут гора, по-моему, называется. Вот сзади меня там берлога. Там спит медведь. То есть осенью Саша увидел эту берлогу свежепостроенную. То есть там вот спит мишка. А учитывая то, что я буду довольно-таки часто ездить по этой буранке, Моя задача не разбудить медведя. Не дай бог. Красота в лесу, конечно, неописуемая. Сейчас доеду до деревни вот над порожья. Там пороги на реке. Говорят, там птица есть. Посижу. Может быть, что-то удастся кадр удачный снять. А так дальше поеду в сторону Коргозера. До него где-то километров тридцать. Да, и по поводу медведя вот этого. То есть он здесь местный, он здесь живет. Там с той стороны охотники овес сажали, лоба ставили. То есть он как-то хитро туда приходит. То есть никак его не могут добыть. Но он тут местный мишка. Многие жители, вот кто за грибами ходил, за ягодами с ним встречаются. Александр рассказывал, что однажды на реке он сидел рыбу ловил. Был такой уже лед. И пришел мишка и стал деревья ломать где-то рядом. Ну, то есть предупреждал уходи. Им это не особо нравится в присутствии человека. По зверю. Ну, конечно, здесь есть волк, заяц. Заячьи следы посмотрим сегодня. Я их видел вчера, но было темно уже, не стал снимать. И очень много кабана здесь. То есть кабан прям большими стадами ходит. Александр рассказал, что осенью встретил стадо голов 15. Пришлось даже убегать. Он с собакой был. Один сикач налетел на собаку. Собака говорит, метров на 7 отлетела. Пришлось убегать. Он говорит, пришлось стрелять в воздух. И как интересно себя кабаны повели. все крупные сикачи стояли и ждали пока стадо не уйдет. Вот как стадо ушло, тогда уже и сами ушли. Ну что, тут еще волк есть. Тут есть, говорят, и местный волк, и проходной волк. волк. Добрался я до деревни, деревни Надпорожье. Здесь на Волжике пороги. Вот сама деревня, река здесь не замерзает. Посидел, посмотрел, хоть и говорят, что здесь утки круглый год живут, но никого я не увидел. Вот камни там большие занесены. Глубина здесь где-то, я так смотрю, вода прозрачная, метр-полтора-два, наверное, вот в районе моста. Кстати, в деревню можно сейчас добраться только либо на снегоходе, либо на лыжах. Кто-то ходит на лыжах, видимо, проверять дом свой. Так, здесь сейчас никого нет. Вот в деревне всего лишь несколько домов. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Деревня, занесенная снегом. Доехал я до Брикетова деревни, или 42-й они тут называются. Еще мне где-то сейчас уже по Буранке еще около 3-х километров до корка озера. Заехал я на Долгое озеро, так мимо проехал, на обратной дороге сниму, покажу тоже это озеро. А так все занесено снегом. Александр сказал, вот от этого УАЗика, как местная достопримечательность, вот в ту сторону, налево. Правда здесь вот еще Буранка есть вон там, но она там давно не ездила. Попробую вот по этой дороге проехать. Налево и на Кург озеро. Проехал уже почти километров 30. Деревни такие все полузаброшенные. А это вот как бы охотничий домик, он сказал, мужики купили. Местами пытается вон погода наладиться. Солнышко где-то. Пробился я все-таки к Кург озеру. Вот оно во всей красе. Оно такое небольшое. Но мне всегда очень нравятся вот такие лесные озера. Небольшие. Вот допустим ехать на озеро Воже. Ну что-то нет особого желания. Большое озеро. А здесь оно такое компактное. Кругом лес. Проехать сюда было непросто. В каком варианте. Найти подъезд к озеру. С помощью навигации местного жителя Ивана. Огромное ему спасибо. Он мне подсказал. Он сказал. Выключи свою навигацию и слушай меня. И по его наводке я проехал к озеру. Вот здесь деревня на том берегу. На такой горке. Деревня называется Кург озеро. Иван сказал. Что она фактически не жилая. Там живет одна семья. Бабушка с дедушкой. Больше никого нет. Ну и в округе конечно жилья больше нет никакого. Поэтому я уже так присмотрел. Можно будет вот здесь палатку поставить. На ночь на две сюда приехать. Половить рыбку. Иван рассказал. Говорит тут очень много щуки. Но вопрос в том будет ли она сейчас брать. Все таки начало февраля. А так окунь хорошо он говорит на балансир берет. Правда вот у него тут знакомые приезжали выходные. Ездили сюда. Ничего не поймали. Ну будем пробовать. Главное процесс а не рыба. По лесу сейчас ехал. Прямо свежие следы лосей вот здесь. Потому что целый день снежок идет. Кстати вот подъехал. Смотрю зайчий след. Это вот прямо утренний. Пробегал тут косой. Еще он не замело следочки. Вот побежал. Видимо тут травку. Вот это вот может быть осок вон. Не знаю. Либо просто пробегал по своим делам каким-то. Лисьи следы. В одном месте. Сейчас постараюсь на обратной дороге остановиться. Там большое количество прямо утренний след лосей. И вот прям стадо видимо. Постоянно где-то волчьи следы. Причем видно что это стая. То есть несколько волков. Видимо охота у них на лосей. Как говорят в этих местах стая из десяти волков. За зиму загрызает около ста лосей. Сейчас на обратной дороге еще заеду на долгое озеро. Покажу. А сейчас пью чай. И еду обратно. Цели я достигнул. Нашел. Почему поехал. Скажем на разведку. Потому что. Если ехать сюда с палаткой. Это с санями. А то что я как сейчас здесь там. Здесь покрутился. По лесу. Где-то приходилось разворачивать. Не туда поехал. С санями конечно было сложно. Поэтому разведка произведена. Теперь буду планировать какой-то денек. Именно выбраться. Сюда на рыбалку. На горгу озера. Еще ребят хотел добавить. Сколько в России людей хороших. Вот. В любой деревне. Остановись. Что-то спроси. Все расскажут. Покажут. Настолько приятно. Прямо здорово. Здорово. Не знаю. Я за границами не был. Но. У нас конечно это очень приятно. Очень приятно. Кстати на моем фоне. Кург озера. Уже темнеет. Доехал до озера. Долгого. Ну. К нему подъехать тут сложно. Снега много. Тут вот деревня также на берегу. А вот само озеро. Вот оно тут тянется. Ну. На несколько километров тянется. Видимо все таки это. Старица наверное. Речная. Может быть запруда какая-то. Кстати вот разворачивался на снегоходе. Сколько снега. Так это на дороге. И тут же. Зайчи следочки. Вот здесь жировка была. Вот он прибегал. И вот здесь видимо заячья жировка. Деревня называется Лещовка. У всей деревни видимо баньки вот здесь. Как раз на берегу реки. Доехал я как раз до места охоты волчьей. Вот идут лосиные следы. А вот здесь прямо волчи. Вот они. Тут уже их подсыпало. Сегодня все таки целый день снег идет. И прямо видно загоняли. Лось попытался туда. Потом сюда и ушел туда. Вон пошел он где. Волчи. Причем не один. Их много вот так следов. Где лосины и там и стая вот эта волчья была. Сейчас поеду мимо берлоги медвежьей. Главное мишку не разбудить. Наверное надо будет тихонько проехать. С утра избу свою не смог показать. Зашел с холода. Сразу камера запотела. Итак это вход. Здесь у меня прихожая. Тут уже все вещи мои. Ну тут у меня такой туристический беспорядок. Здесь снаряга вся моя. Там я сплю в уголочке. Стол. Холодильник. Кстати ребята экспедиционные ящики приобрел. Очень нужная вещь. Всем рекомендую. Очень удобно. Все сложил. В машине никаких пакетов. Все достал. Поставил. Кстати можно использовать как стол. На них можно сидеть. Они очень прочные. Это кухня. Вода. Газ. Газ. Газ баллонный. Холодильник. Телевизор. Правда им я особо не пользуюсь. У меня радио. Слушаю новости по радио. Домик обогревается электричеством. Домик обогревается электричеством. То есть как бы центральное отопление в доме. В доме очень тепло. Дальше санузел. Душевая кабинка. Унитаз. Даже стиральная машинка есть. Дом такой классический. Без потолка. То есть это видимо как бы такой карелло-финский вариант. Дом в принципе на троих этот. У Николая есть еще два дома здесь. Там по моему один дом на 5-6 человек даже есть. Вот у этого окошка есть интернет. Обогревается вот такой котел небольшой электрический. В доме очень тепло. Ну и выйдем сейчас на улицу. Вот мой снегоход раньше стоит. Санки мои. То есть красивый рубленый домик. Небольшой. По денежке сумма небольшая аренды. Тоже приятно. Ну а там у меня машинка с прицепом стоит. Вот газ баллонный. Здесь сегодня утром я снимал. Кормушка у меня висит. Здесь тоже под таким навесиком все. Кому будет интересно. Я как обычно. Телефон Николая опубликую. Звоните. Интересуйтесь. Здесь можно и летом. Ну в любое время года. Здесь все здорово и красиво. Глухие места. Грибы, ягоды, рыбалка, снегоход, лыжи. Да. Все что угодно. То есть любой вариант. Главное вот есть точка где у тебя машина. Где ты можешь переночевать. А все остальное это уже как вы решите куда-то съездить. Архангельская область здесь рядом. Просторы неимоверные. Леса очень красивые. Вологодские. Вот она Вологодская тайга. До самого Белого моря. А это наша деревня. Вот она. В которой я живу. Сейчас поближе подойдем. Домик покажу свой. Снаружи. А это речка Вожика. Петляет между сопок. Но их тут называют горками. Вот где-то в центре кадра изба у Александра. Сейчас поеду на рыбалку туда. А это моя изба. Снегоход стоит. Прицеп с машиной. Бабкина горка. Бабкина горка. Бабкина горка! Бабкина горка! Бабкина горка! С relies! А это вот изба Александра, я к ней подъехал. Такое место здесь красивое, но вон на реке, река вот здесь внизу, сейчас я к ней подъеду, такая избушечка, а здесь древничок. А вожига сама вон внизу, вот здесь, там вон ее видно. Сейчас я туда поеду, попробуем половить рыбку. А как раз вот за этой горкой, здесь горка пошла, и вот с той стороны примерно, вот именно в этом направлении, медвежья берлога. Первая рыбалка на вожиге. Оп, поклевывает. Есть кто-то. Ух, прямо на камеру. Ёршик. Ух, какой. Вот какой братец, ёршик. Рыбаки есть, там вон сидят мужики. Ну, обрыбились. Кстати, забыл сказать, все ловят, почему-то здесь только на парыше. А я вот попробовал на мотыля. МОН. ВООДУШИСЬ! АПЛОДУШИСЬ! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опять снег пошел, заметает нас потихоньку. Весь наш сегодняшний улов. Завтра на окунька и на ёршика поставлю жерлица. Больше клевать не хочет. Рыбацкая идиллия. Скамеечка и чайничек. Прямо на берегу вожиги. Прямо на берегу. Сегодня у нас поездка на Корго озеро. Еду с палаткой, со снарягой всевозможной. Сейчас покажу наш поезд. И вот прямо шуганули лося. Прямо свежий след лосика. Он отсюда вышел, пошел по Буранке. Вон его следы еще там видно на Буранке. А тут едем мы. И он там вот в лесу, хоп, ушел влево. Вот наш снегоходный поезд. Палатка едет на снегоходе. Санки. Печка. Рыболовный ящик. Лыжи. Брикеты. Ящик с едой. Теплый пол. Раскладушка. Ну в общем вся снаряга у меня с собой. Плюс лопату взял. На всякий случай. Едем потихоньку. Все переживаю. Засыпное устройство. Дай бог, чтобы все выдержало. А так нам 40 километров. Вот по такой красивой тайге. Отъехали мы сейчас от деревни. Ну наверное километр три. Так что нам еще 37 километров. Тайги. Снегоход полностью заправлен. Бак у него 45 литров. Я думаю нам хватит и туда и обратно. Но учитывая то, что мы с санями. И санки так нормально груженные. Поэтому иду пока на первой передаче. Там у меня будет участок, где на дорогу надо будет выезжать. Я думаю там пойдем на второй. Настроение классное. Дай бог. Поставим, доедем. Поставим жерлицы. Разобьем лагерь. А вот и первый волк. Тоже по буранке бежал. И бах. Ушел. Прям свежий след. То есть видимо я опять снегоходом шуганул. Вот такие тут места. То лоси, то волки. Я снова в деревне. Над порожье. Как раз пороги. И смотрю. Лосик. Переходил по мосту. Прям тоже свежий следочек его. Вот он прошел. С той стороны. На эту сторону. У меня такое ощущение, что водички стало побольше здесь. Хотя, тепла нет, мороза. Ну, стало больше, да. Мечтаю сюда приехать с палаткой, с баней. Попариться. Водички возьмем из реки. Попаримся. И сразу за лосем волчий след. Прям свежий. Вот я еду по нему. Причем там лось не один был. Видимо, два-три. И вот волки уже здесь. Здоровый след. Он более длинный след. Показать его ближе сложно. Камера не фокусируется на белое. Он более длинный и здоровый. То есть больше маера от ладони след будет. Это волк. Камера не фокусируется на белое. Ну, вот мы и на озере. Сейчас буду лагерь ставить в первую очередь. Наверное, вот здесь палатку поставлю. Сейчас расчищу, посмотрю. Здесь палатку. Сейчас по дороге. Уже вот около озера встретил охотника местного на буране. Мне немножко рассказал, где лучше половить. О, прям зайчик. Прям свеженький следочек. Точно он здесь живет. Вот как камыш заканчивается, вот там. Он говорит, там можно половить. Сейчас. Да, кстати, показал мне свой лов он. Ну, один такой окунек. Грамм по 400 горбатенький. Ну, и поменьше там. Но балансир. Причем балансир голубенький клюет. Сейчас, конечно, подкармливу. Слушайте, по-моему, это... Опять я его шуганул. Подъезжая снегоходом. Так, и этот охотник мне сказал, что я, наверное, буду первый, кто зимой ночует на озере. Ладно, ставим лагерь. Добрался я по времени. У меня получилось около четырех часов. То есть, средняя скорость, видимо, у меня была около десяти километров в час. Хотя местами ехал и двадцать, и тридцать. Но, все равно, санки есть санки. Переживаешь, не оборвало бы прицепное. Поэтому четыре часа. За четыре часа я как бы доехал до озера. Дальше. Он мне сказал, что тут есть еще, по-моему, ман-озеро. Ну, там рыбалка никакая зимой. И еще в четырех километрах на запад есть еще одно озеро. Надо по карте посмотреть. Вот, он говорит, там тоже вот зимой там поглубже глубины. И зимой можно там половить. Ну, я думаю, мы ограничимся этим лесным озером. Кварг озера. Не прошло или тридцати минут. Уже стоит лагерь. Научился я его быстро, конечно, ставить. В палатке уже тепло. Печка шурует. Ну, встал я на самом берегу, как и планировал. Расчистил местечко. Вот такой у меня будет лагерь. Снегоход здесь поставил. С санями. Лыжи, ящик, санки. Все будет рядышком. Сейчас быстренько надо чайку скопятить. Термос я не брал. Он у меня что-то потек. Несколько жерлиц поставить. Санки маленькие взял специально, чтобы по озеру ходить. Ящик возить с недобором. Так. Может быть, в палатке будет видно. Бензогенератора у меня нет с собой. Мы полностью на батарейках. О, все видно. Раскладушка. Вот тот самый экспедиционный ящик. Он мне чем понравился. Его можно использовать как стол. Печка. Топлюсь брикетами. Это вот они тут шуруют сейчас. Все как обычно. Единственное, раскладушку сегодня поставил вот напротив печки. Не знаю, так что-то мне захотелось. Так, ну все, пьем чай. И на озеро. Чайник уже закипает. Горелка гудит. Печка трещит. Уют сразу в палатке. А вечером еще фонарик поставим. Несколько. Чтобы светло было. Времени, наверное, пятый час. В палатке хорошо, тепло. На улице метель. Метет. У нас чаек теплый. Успел я сейчас до темноты поставить всего две жерлицы. Пошел на озеро, фонарик не взял и очень быстро стемнело. Ну, в темноте там все это сложно ставить, поэтому две успел. Поставил. Посмотрим утром, что там будет. Сейчас я немножко хотел рассказать о той местности, где я нахожусь. Нахожусь я в Ожегорский район. Это Вологодская область. Север Вологодской области. Районный центр у них поселок Вожего. Хотя точно не могу сказать, может быть, это и город, а может быть, поселок городского типа. Рядышком протекает река Вожего. Река очень интересная. Она протяженностью где-то 140 километров. Извилистая, порожистая. Берега покрыты лесами, причем такими дремучими лесами. Много возвышенностей вдоль реки. Местные их называют горками. Некоторые горки даже по Буранке сегодня с санями снегоходу нелегко было взбираться. Я сейчас нахожусь на Коргозере и напротив меня горка по карте 159 метров над уровнем моря. Она прямо в глаза бросается рядышком деревня. Коргозера. Я уже говорил, там говорят бабушка с дедушкой живут вдвоем. Я сейчас вечером уже по темноте выходил. Смотрю, там светится свет. Река мне очень понравилась. Во-первых, пороги. Она вся извилистая, глубокая. Причем, что интересно, дно-то у нее каменные. И вот глубины сидишь у берега 3 метра, вроде на середине, а там полтора метра. ну, то есть, зона очень неровная, впадает вожига в озеро Вожи четырьмя протоками. С языка коми как раз вожига, вожи и переводится как ответвление. То есть, видимо, из-за того, что вот такими протоками она впадает, поэтому и ответвление. Вожи ответвление, а га, видимо, это река. То есть, ответвленная река переводится с языка коми. Вот как раз там, где эти протоки, когда она впадает в озеро Вожи, самые богатые рыбные места. Вот именно там. Второй вариант, вот где на озеро Вожи ловят рыбу, это на севере озера. Северу озера уже проходит граница с Архангельской областью. Какая рыбка есть вожиге? Ну, сам я видели, ловил пискаря, ловил окуня. Саша вот мне рассказывал, во-первых, в реке есть щука, есть налим, а самое главное там есть хариус, то есть, река хариусовая. Но хариуса они ловят только летом. То есть, из-подо льда его поймать, ну, он говорит, фактически невозможно. Видимо, это связано все-таки вот с питанием хариуса в зимний период. То есть, летом ловят его на блесенку, на мушку. То есть, он как бы берет, ну, мушку, то, что, вернее, муху, которая падает там. Ну, то есть, приманка идет сверху, а зимой, видимо, какой-то у него другой вариант питания, потому что я знаю, что вот на таких открытых местах, как вот пороги в деревья над порожья, ну, народ пробовал ловить на спиннинг, там, на ту же бомбарду. Нет, зимой бесполезно, хариус не берет. Ну, по крайней мере, вот так это здесь. Я сегодня, когда ехал сюда, я еще одно местечко приметил. Как вернусь вот с этой радиального похода, я обязательно съезжу туда, еще на рыбалку. На берегах этой реки располагается Царев Бор. Это памятник природы местный. Тоже планирую туда прокатиться. Причем, вот, я еду сюда, на аккорг озера, я проезжаю мимо. Но тут надо поискать, как бы съезд туда. Все, мне на снегоходе заехать. Интересное такое место. Я вот так же спрашивал у местных, они говорят, ну, там сосняк, вот, воздух очень классный. И обрамляется это все вот как раз речкой Вожигой. В принципе, от той деревни, где я живу, это не особо далеко, а вот от деревни над Порожье совсем рядом. И, может быть, даже удастся по навигатору как-то проехать от деревни над Порожьей прямо в этот Царев Бор. Так, теперь пару слов про озеро Вожи. Озеро большое, оно где-то в длину 64 километра, в ширину от 7 до 16 километров, но озеро не глубокое. То есть, средняя глубина у него полтора-два метра, самая большая глубина пять метров. Я, в принципе, особо не планировал туда поездку по одной простой причине, что я не особо люблю большие озера. Мне больше вот приличают такие озера, как Карг-озеро. Мне это более приятно, такие лесные небольшие озера. Поэтому я вкратце скажу про это озеро. Вожико, как я уже говорил, впадает четырьмя туда притоками, то есть, образует дельту. На озере есть остров, называется Спас. У меня по аналогии как в прошлом году я был на Ковжо-озере. У меня я был там ночевал на острове Погост. Там также единственный остров на всем озере. И здесь тоже. Вроде было сначала желание поехать туда. Кстати, там располагается развалины монастыря 17 века. На берегу я знаю есть храм деревянный такой известный. Как бы ехать туда на снегоходе довольно-таки далеко придется выезжать на дорогу либо везти снегоход на машине на прицепе до деревни Нижний. Обычно народ туда ездит. я так подумал, как бы нет. Мне более еще раз приятно такие маленькие озера. Озеро Вожье. Западный берег у него каменистый. Тот, который ближе к Карелии. там как бы еще Вологодская, но до Карелии рядом уже. А вот восточный берег, северный берег, южный берег он низменный. Много камыша там. Из озера вытекает река Свить. Она течет в озеро Лачар. А из этого озера, на этом озере кстати Каргополь находится, это уже Архангельская область, а из этого озера вытекает река Онега. Поэтому и Вожига, и озеро Вожига, они все относятся к системе реки Онега. Озеро интересно по рыбалке. Вот как раз там уже рыбы намного больше. То есть там есть все, что есть в Вожиге, но самое главное там есть ряпушка, есть корюшка, есть сик, там есть лещ, поэтому по рыбалке оно конечно такое более богатое. Я видел на ютубе несколько роликов о рыбалке на этом озере, но там основная рыбалка она где-то в март-апрель. Там лед сходит в апреле и окунь крупный там ловится и леща там ловят, поэтому и щуку хорошую на жерлице там ловят. Это одна из тех моментов, что я не поеду туда, то, что сейчас начало февраля. Прямо пару слов скажу про озеро, на котором я нахожусь. Корго озеро. Во-первых, корга это как бы препятствие под водой. Я сегодня с местным охотником поговорил, он мне говорит, да, здесь есть яма и видимо по краям этой ямы есть корга. Корга как она еще, как порог, препятствие под водой. Я знаю, так вот в Карелии называют. В озеро впадает река долгая. По рыбке здесь, опять же, это вот со слов местного охотника, потому что информации в интернете фактически нет никакой по этому озеру. По рыбке здесь есть щука, есть окунь, плотва и есть лещ. Вот он мне сегодня сказал, говорит, у тебя есть прикормка? Я говорю, есть. Он говорит, ты подкорми завтра утром, может быть, лещ подойдет и попробовать его на мормышечку половить. Он говорит, бывают такие моменты. Во-первых, он мне, я уже говорил сегодня, он говорит, ты первый человек, который будешь здесь зимой ночевать на этом озере, это раз. Во-вторых, он говорит, здесь фактически никто не ловит на мормышку. Мне даже завтра будет интересно именно мормышечку половить. Здесь силуэт или блесна или балансир. Ну, а кунек, я говорил, уже 400 граммовый, вот такой, прям горбатенький, нормальный. Озеро небольшое. Озеро где-то в длину в районе километра. В ширину также где-то метров наверное 700-800 оно. Вот оно такое вытянутое немного озеро. Глубины. Глубины здесь небольшие. Вот та самая яма там 5 метров. Все остальное это полтора-два метра. То есть озеро неглубокое. Я сегодня вот ставил жерлицы, я уже заметил. Причем я просто отошел там скажем, ну метров 300 от берега. Там скажем, растительность какая-то, вроде не камыши, но что-то наподобие. Не знаю, что это за растение. На льду видно. Я вот зашел за эту линию растений и поставить вот успел две жерлицы. В одном месте глубина была где-то ну прям метр с небольшим. В другом чуть более полутора метров. И глубины в озере небольшие. И еще хотелось бы добавить вот про данную местность. Помимо Царево Бора здесь есть еще Маринский Бор. Но туда я не попаду, потому что он находится за Божигой. На снегоходе как бы тут учитывая там дороги я навряд туда ну съезжу. Это ехать на машине ну не вижу смысла. И здесь еще есть северные орхидеи. По-моему национальный парк там охраняют по-моему три вида эндемиков орхидеи вот именно северные которые здесь произрастают. Ну зимой там делать нечего нечего. Дай бог когда-то там летом здесь побывать. Вот тогда можно было бы конечно прокатиться туда посмотреть на этих эндемиков орхидеи северные. Так пока у меня в будущих планах ближайших это вот царев бор съездить посмотреть что он из себя представляет. Что меня сегодня еще поразило вот встретил сегодня вот местного охотника. Ну прям серьезный человек. Карабин такой серьезный у него с оптикой. То есть это говорит о том и зверь здесь серьезный. Ну следы волчьи я сегодня показывал уже. Кстати вот с ним поговорил он говорит да волк тут у нас присутствует. Лося очень много здесь. Потом я еще хотел рассказать мне Саша рассказал вот здесь огромные стада кабанов. Так вот эти стада там скажем осенью жители тут в основном дачники вот в деревне где я живу там в основном дачники вот все уезжают и стада приходит большой спахивать всем огороды то есть они ходят по деревне и там что-то где-то в огородах осталось все прям спахивает кабаны и учитывая наш сегодняшний разговор им хотелось заострить внимание на безопасности в зимних походах особенно то что связано с техникой ребят поаккуратней надо быть ну иметь надежный снегоход надежные санки потому что вот допустим сейчас мой вариант не дай бог что-то случается у меня с собой лыжи километров 10 мне надо будет пройти на лыжах до ближайшей деревни но не факт тот самый вот Иван с которым я два дня назад познакомился который мне и показал дорогу сюда не факт что он там а следующая деревня через 6 километров там вообще никто не живет а следующая деревня 8 километров то есть там вот есть цивилизация какая-то поэтому конечно зимние походы они рискованы в первую очередь как бы из-за каких-то поломок техники поэтому технику надо иметь надежную и конечно выбирайте правильно жилье зимой имеется ввиду палатку потому что палатка также должна быть надежная с нормальной печкой потому что я вот сегодня там 4 часа ехал скажем собирался я весь сырой первое что я приехал когда поставил палатку я сразу затопил печку я переоделся чтобы у меня все высохло как бы поэтому палатка должна быть проверенной надежной мою палатку вы кто смотрит канал все знаете не буду их рекламировать но палатка как бы она уже много-много лет мне служит надежным домом поэтому ребят кто занимается зимним туризмом все надо продумывать потому что зима она не простит наших ошибок надо все продумывать то что зима есть зима холод снег надо рассчитывать и мощность техники своей потому что не каждый снегоход может там пройти по такому снегу вот как сейчас причем местные говорят это мало снега еще еще у нас говорит февраль март впереди обычно еще больше но беда сейчас другая не было оттепелей и фактически нет наста то есть снегоход вот где-то там идешь по целине да это реально пофары просто пофары снег да он прет он тащит всегда это ну напрягает потому что нагрузка для снегохода и неизвестно что в таком пухляке поймать можно там может быть и дерево и камень все что угодно и еще небольшая информация для тех кто соберется в эти края на Кургозере есть мегафон подъехать зимой можно к Кургозеру вот напротив деревни и вот в месте где подъезжаем прямо вот на берегу нужно походить поискать есть мегафон я когда здесь был два дня назад на разведку приезжал я его здорово поймал и мне даже удалось домой позвонить а вот сегодня уже нет его ну я понимаю что это связано сейчас снег идет видимо то что снег сигнал как бы гасит и я даже сейчас увидел по радиоприемнику то есть пока не было снега радио России я прекрасно слушал новости послушал и вот как только пошел снег все волна начала гулять и как бы радио уже просто шипит так что имейте ввиду мегафон хотя для севера это основной сотовый оператор и кто собирается сюда куда-то ехать Карелия Кольский Архангельская Вологодская конечно мегафон должен быть обязательно сейчас вышел на улицу нас конечно снегом заметает здорово снег прямо идет и идет но разговор не об этом забыл я одну штучку порекомендовать вот ребят кто ночует зимой в палатке с печкой есть смысл купить вот такой анализатор угарного газа стоит копейки но вы всегда спокойны пищит он жутко вот сейчас я тест проведу то есть вот такой звук и он показывает уровень показывает угарного газа если уровень превышает то он будет пищать вот так без остановки поэтому недорогая штучка но она я считаю должна быть ночь у нас занесло немножко а почти всю ночь шел снег ночью один раз часа в три по-моему еще два брикетика положил и до утра вот встал где-то полдевятого до утра было очень тепло в палатке сейчас развесил кусочки сала ну чтобы птиц прикормить может быть прилетят поснимаем прогулялся сейчас проверил жерлицы ни одна не сработала думал занесет да нет нормально нашел тишина конечно умопомрачительная здесь снежок идет в палатке это чаек горелка работает сейчас позавтракаю пойдем на лед попробуем половить балансир мормышка мм Com мм Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok